Сегодня мы будем с вами говорить о Заветах. Не обо всех вообще. Вы многое знаете о Заветах. Если вас учил Дмитрий Юткевич, то я не сомневаюсь, что вы много знаете о Заветах. И слава Богу, приятно учить, когда уже есть почва какая-то, когда уже не нужно там азы. Но мы сегодня вспомним о самой сути такого понятия, как Завет, о том, зачем это, что это за прием такой у Бога Завет. Зачем Богу понадобилось заключать Завет? Зачем это Ему? Зачем это нам? И начнем мы не с самого Первого Завета, а начнем мы сегодня с известного нам, часто упоминаемого Завета Бога Саврама. Вы помните, да, в 12 главе Бог говорит ему Слова Известные нам. Он говорит ему Сделай движение веры Это я так перевожу уже, да Пойди из родства Из земли твоей Куда я укажу тебе Очень все это так, неконкретно Очень все это странно И признаться Вот интересно было бы, если бы что-то нам подобное Бог сказал Кто бы из нас вот ответил ему, да Если бы это было так Сделай вот что-то Такое, что Лишит тебя Прописки в Одессе Ясных перспектив я тебе не нарисую Иди Куда-то И пожалуйста, будь послушен мне И вот Я вот думаю Вот как бы я поступил в этом случае Самый правильный и легкий ответ сказать Я обязательно послушал бы Бога Но как бы было оно в действительности Мне вот часто На определенном этапе говорили А вот У Иисуса было служение Вот если бы Иисус был моим пастырем Вы знаете, когда Иисус был Непосредственно на земле Три года Многие люди покинули его Хотя сам Иисус вел дело И шестая глава Иоанна сообщает нам Печальное известие Что из Нескольких тысяч Ходивших за ним После одного откровенного разговора Осталось двенадцать Такая потеря в количестве Разрушение служения Сам Ишуат Итак, Бог говорит Аврааму Пойди из земли твоей от родства твоего И из дома отца твоего в землю Которую я укажу тебе И потом говорит Что ему за это будет Я произведу от тебя Великий народ Благословлю тебя Возвеличу имя твое Будешь ты в благословении Я благословлю благословляющих тебя И злословящих тебя прокляну И благословятся в тебе все племена земные Можно сказать Полнота здесь есть И тебе будет хорошо И с детьми твоим будет хорошо И Всем кто будет иметь с тобой дело Будет хорошо И на все будущие времена Всем тем Кто будет вспоминать о тебе хорошо Тоже будет хорошо Обетование касающееся тебя Твоих Окружения Среды И всех будущих поколений И все это На почве отношения с тобой Представляете какое сильное обетование Но если так внимательно посмотреть Никакой конкретики К большему счету Все очень уж в общем Чем благословишь Конкретно как Что люди Как это благословятся племена земные Каким образом Куда идти Никакой конкретики То есть До того как Бог начал Конкретно с Авраамом разговаривать Он сначала попробовал его На Послушание В вопросе Выйди Прежде чем там начались Все дальнейшие разговоры О которых мы читаем позже Конкретика первого шага Заключалась в выйди Это было очень сложно Оставить Нажитые Оставить Наработанные связи Оставить родню Что такое родня Тогда Родня тогда это все Тогда родня Это была Твоя защита Это была твоя Социальная помощь Старости Сейчас мы надеемся На пенсию На государство Человек может В квартире всю жизнь Прожить и умереть Тогда не было так Если у тебя нет родни Никому ты не нужен Тебя съедят Родня за тебя стоит Род твой стоит за тебя Он служит Для тебя И Как говорится И Острасткой Он служит для тебя И помощью И поддержкой И кругом общения И все Если ты покидаешь Родню Ну ты обречен Вот я на Кавказе был В Карачаево-Черкесии За прошлом году Там Такой Исламский Фрагмент Кавказа И там Родово-племенной Строй До сих пор Представляете Фактически У Карачаевцев И у Чеченцев Вот такое осталось Только лишь Там лежа Решает все Тейп Клан И Тейп делится На роды Роды делятся На семьи И семья Это не папа Мама И дети Семья Это Такой фрагмент Человек в 100 В 200 Это несколько семей В привычном понимании слова Это двоюродные Троюродные Вот это вот семья называется Ты Что То есть Ты не можешь жениться Без благословения рода Ты не можешь Дел открыть Без благословения рода Если ты где-то натворил Род тебя не отдаст На съедение Ни полиции Ни России Ни государству Но тебе могут Там уши отрезать Вот именно Внутри И ты Вынужден считаться Это для тебя Очень серьезно Так жил Восток Я когда был на Кавказе Я получил откровение О Семье О браке О том Что община В нынешнем понимании Это Вот то что было Род раньше Не может Семья существовать Вот Почему семьи Такие Хлипкие Слабые Потому что За ними Некому приглядывать Они сами себе Принадлежат И сами себе Господа И тут уже Как говорится Как кому повезло И так как Везет немногим То и Семьдесят один Процент разводов По Украине Вот У нас такая Статистика Печальная Иногда больше Иногда меньше Но семь пар Из десяти Женящихся Жить вместе Не будут Представляете Так вот Покинуть Аврааму Род Представляете Предложеница Хорошее поступило Хорошо Он послушал Бог ему дает Обещание Он идет Проявляет Шаг веры Он Отец веры Мы про Авраама Знаем Немало И Что было Потом Потом Не было Так что Сразу У него Появилось Потомство И сразу Обетование Начало Исполняться Маленькая вера Авраама Нуждалась В развитии И наша вера Развивается Друзья Через Такие вещи Как Ответы На молитвы Божьи Да И через Испытания Крепкая вера Бывает Только у тех Кто Приучен Испытаниями Верить Долго В то Что Долго Не приходит Вот это Такая Крепкая Крепкая Слабая вера Это когда Ты помолился И сразу Произошло Если ты так Привык То если не происходит Неделя То есть вероятность Что ты начнешь Роптать И так Говорит о слабости Веры А крепкая вера Она рождается В периодах Длинных Неответов От Бога Но потом Если человек Обретает Крепкую веру Вот это Вот это Вот уже Конечно С таким Противостоять Такому Но лучше Не связываться Если ты настроен Противостоять Человеку С крепкой верой Значит У Авраама Были годы Жизни без детей Годы жизни Неисполнения Божьих обетований Мы знаем Что Авраам Уходил В Египет Из земли Которую ему дал Бог Мы знаем Что Авраам Там с Агарию Что-то происходило Да У него Вот И мы знаем Что это были Такие Фрагменты слабости В сердце Авраама И мы знаем Что Бог Хотел ему помочь То есть Смотрите Наш Бог Он же любит нас Он Не ожидает От нас Веры Вровень С той верой Которую имеет он сам Это надо сразу понять Он не торопится Нас наказывать За неверие Но он Не уважает Неверие Он Растит В нас веру Но если В какие-то Периоды нашей Новой духовной жизни Мы проявляем Слабость Всевышний Не торопится Нас быстро Поймать На горячем Как говорится И в шеол сбросить Бог Помогал Аврааму Всегда Когда у него Были вот такие Вот периоды Слабости И вот В один из таких Периодов Как он решил Ему помочь И вот Об этом Мы сегодня Будем с вами Говорить Целый вечер О заветах Об идее Завета Таковой Пятнадцатая Глава Был ряд происшествий Были войны И Самое для Авраама Наверное Было Такое неприятное Что Детей По-прежнему Не было После этих Происшествий Было слово Господа К Аврааму В видении И сказано Не бойся Авраам Я считываю Награда Твоя Весьма Велика Авраам Сказал Владыка Господи Что дашь мне Я остаюсь Бездетным Вот здесь Вот в этом Коротком разговоре Вскрывается Вот знаете Боль и Пустота Которую Которую Невозможно Было Заполнить Даже Великими Победами Описанными В 14 главе Там же Он Такую Войну Выиграл Мама Не горюй Но При этом Он был Внутри Вот знаете Как Такое Состояние Душевное Одиночество Я это Переживал Так долго Что Наверное Могу Могу Учить На эту Тему И вот Что-то Похожее Было И Бог Видит Что Его Ни Победа Не Накормила Эмоционально Ничего Ему Ну Плохо Ему В общем Да И он Говорит Не бойся Он Говорит Что Мне Я Стоюсь Безден Распорядитель В доме Моем Этот Элеезер Из Дамаска Сказал Авраам Вот Ты Не Дал Мне Потомство И Вот Домочадец Мой Наследник Мой Мой Слуга Вот Я Ему Все И Отдам Вот Это Мои Дети Это Знаете С горечью В общем То С Богом Разговоры Даже С элементами Упрека Было Слово Господа К нему Заметьте Друзья Говорил Бог До этого Авраама О том Что Даст Потомство Говорил Да Авраам Сделал Шаг Он Вышел Из Родства Доверившись Тогда Но Вот У него Приходит Сомнение Как Бог Помогает Авраам Он Помогает Авраам Способом Который Понятен Был Людям Тогда Не будет Он Твоим Наследником Но Тот Кто Произойдет Из Чересел Твоих Будет Твоим Наследником Показал Ему Звезды Вывел Сказал Вот Столько У тебя Будет Как Б Уже Было Такое Уже Говорил Ему Бог Что Потом Будет Многочисленное Авраам Поверил Господу И он Вменил Ему Праведность Поверил Опять Да И вот Смотрите Дальше Идет Определенное Событие Происходит Сказал Владыка Господи Почему Мне Узнать Что Я Буду Владить Ими То Иногда То Что Написано Раньше Могло Случиться Позже Может Быть И Здесь Но Ты Мне Уже Сказал Что Будет Потомство Годы Прошли Где Оно В этом Вопросе Можно Здесь Проследить Сказал Ему Я Господь Который Вывел Тебя Из Урах Алдейского Чтобы Дать Тебе Землю Этого Владения Почему Мне Узнать Что Буду Владить И Вот 9 Стиха Начинается Возьми Мне Трехлетнюю Телицу Трехлетнюю Козу Трехлетнего Овна Горлицу Молодого Голубя Я Так Полагаю Что Здесь Перечислены Все Возможные Жертвенные Животные Которые Признавались Годными Для Жертвоприношения В то Время Вот Весь Перечень Он Взял Их Рассек Пополам Положил Одну Часть Против Другой Только Птиц Не Рассек Налетели На трупы Хищные Птицы Но Авраам Отгонял При захождении Солнца Крепкий Сон Напал Вы видите Да И я пропускаю Тут Определенное Место И Семнадцатого Стиха Читаю Что Как Зашло Солнце Наступила Тьма Дым Как бы Из Печи Пламя Огня Прошли Между Разрещенными Животными В этот День Заключил Господь Завет С Авраамом Сказав Потомству Твоему Даю я Землю Эту От реки Египетской До великой реки Ефрата И для уточнения Параметров Для конкретики Как раз уже Он показывает Племена И Через название Племен Показывает Границы Земли Которую он Дает Аврааму По месту Россияния Этих племен Вон Перечисление Племен В трех стихах В конце главы Можете Прочитать Зачем Завет Видите ли Вот у меня Например Сломалась Батарея Дома Или Что-то С водой Происходит Я набираю Звоню Говорю Когда будет Вода Вот они Мне могут Сказать Что ты нам Звонишь Нам Какое дело До твоей воды У нас вода Есть У тебя нет Твое дело Ты болей Из-за этого Они так Мне не скажут Почему У меня с ними Договор Есть Правильно У меня с ними Договор Который Обязывает Их Поставлять Мне воду А меня За нее Платить То есть Если я не плачу Они могут Прийти ко мне И сказать Что ты денег Не платишь Я могу Им сказать И чего Я должен Платить Деньги Я их Зарабатываю Они мои Они не ваши Почему Я должен Вам платить Деньги Они говорят Потому что У нас есть договор Вот наша Подпись Вот твоя И когда Есть договор Между мной Ими Это серьезно И для них И для меня Я могу Спрашивать С них За невыполнение Они могут С меня За невыполнение Значит Страх Перед наказанием По договору Обе стороны Держит в тонусе При этом Мы можем быть Очень плохими людьми Друг для друга И лично Можем быть Такими Знаете Мы может Подвели Многих в этой жизни Но Когда наши отношения Скреплены договором То это отношения Делают серьезными Правда? Причем Даже Несерьезных людей Договора Делают серьезнее Идея договоров Известна была Человечеству Издревле Она Именно Упорядочила В отношения Когда между людьми Существовал договор Они могли доверять Друг другу Для того Чтобы помочь Аврааму Поверить Бог Применяет Форму Понятную Аврааму Форму договора Разве Бог нуждается В договоре? Зачем Богу договор? Вы согласны? Аврааму Нужен договор Чтобы поверить Богу Глубше Крепче Причем Договор Вот этот Заключался Это Знаете Это такой Прием Прием Умножающий Веру Что ли Договор Заключался В способ Известный Тогда Всем народам Тогда Не было Бумаги И не было Печати Печати Вот сначала В виде кольца Это гораздо Позже Появилась Царская печать Уже в Библии Описывает нам Печати Как кольца Но во время Аврааму Не было Печати Тогда Брали Жертву Рассекали По позвоночнику Кровь Стекала В желоб И Обе стороны Потом Участвовавшие В съедении Извините Жареного Мяса Жертвы Они тем самым Вступали В договор И если Сторона Нарушала Договор Подразумевала Что с ней Будет То же Что с Этой Жертвой Как просто Правда То есть И Бог На понятном Аврааму Уровне Заключает С ним Договор По которому Обещает Ему Что-то Обещает То что Раньше Обещал Простым Словом И чего Как видите Аврааму Было Ну Недостаточно Вот эта форма Когда Бог Заключает С кем-то Завет Это Такое Действие Бога Которое Призвано Убедить Нас В максимальной Серьезности Того За что Бог Берет Ответ Ответ Вот Когда Есть Завет Вот Это Вот Об Это Что Было Дальше В 17 Главе Мы можем Прочитать Интересное Мы можем Прочитать О том Что Бог Открывает Аврааму Его Его Действия Его Обязанности По Завету Начинается Я хочу На 4 стих Обратить Здесь Внимание Как бы 4 стихом Здесь Всевышний Говорит То Что Аврааму Должно Было Из Времени Его Хождения С Богом Понять И Без Завета Вот Он Говорит Я Завет Мой С тобой Я Сам Завет Того Что Я Говорю И То Что Я С тобой Уже Достаточно Не Нужны Какие Действия Я Сам Завет С тобой На основании Этого На будущее Мы можем Вывести Такую идею Любое Слово Бога Сказанное Нам Без Подтверждения Того Чтобы Это Названо Было Заветом И Есть Завет Бог Сказал И Он Есть Завет Само То Что Он Говорит Само То Что Он Говорит Но Обратите Внимание Здесь 17 Глава Начинается С того Что Авраам 99 Лет Как Говорится Уже При дверях Уже Вот Вот Будет Сын Мы знаем Да Из Писания И Бог Ему Напоминает О том Что У него По Завету Есть Обязанность Он Говорит Я Бог Всемогущий Ходи Предо Мной И Будь Непорочен По всей Видимости У Рама Начался Шат Какой То В Нравственности Раз Бог Ему Об этом Напоминает И Далее В Этой Главе Написано Что Нужно Было Поставить В Знак Завета О Непорочности Обрезание Он Его Обрезает И Призывает Его Обрезывать Всех На Потом Вы Знаете Смысл Обрезания Да Книга Второзакония Проливает Нам Свет На Это Послушайте В Условиях Торы Уже В книге Второзакония Говорится О том Что Главный Смысл Обрезания Заключается Не В самом Как Говорится В факте Обрезания И Негигиеническая Сторона Выступает Здесь На Первый План Как Я Слышал В Некоторых Проповедях Написано Что Крайняя Плод Сердца Вашего Где-то Во второзаконии Можете Найти То есть Вот То Обрезание Должно Было Показать На Ответственность По Завету Человека Перед Богом Что Бог Ожидает От Него Взамен На Своё Обетование У меня Есть Обязанности По Завету Я Сам Себя Связал Словом Но У тебя Они Тоже Есть Ходи Передо Мной И Будь Непорочен И Твоё Обрезание Это Будет Знаком С твоей Стороны В знак Того Что Ты Подписался Под этим Заветом Заметьте Уже Тогда Бог Еще До Горы Синай Начал Говорить О Нравственности Авраам Ходи Передо Мной И Будь Непорочен Есть Это Да Завет Хорошо Богу Важно Чтобы Люди Которые Претендуют Быть В отношениях С ним Они Были Чисты И Восхождение В чистоту И В святость Это Очень Длинный Процесс Нам Хотя бы Надо Для Начала С этим Согласиться Принять Это К Сведению К Действию Бог Открывает Великое Всякому Кто Определяется Так Жить Для Себя Он Ставит Это В Обязанность Называя Свои Действия Должными По Завету По Договору Есть Хорошо Как Заветы Помогали Укрепиться Верой Я Хочу С вами Исследовать Один Пример Для Этого Нам Понадобится Первая Книга Царств Давайте Откроем Интересную Историю Мы Сейчас Будем Заниматься Библейским Исследованием История Описанная В 17 Главе Первой Книги Царства Филистимляне Собрали Войска Свои Для Войны Собрались В Сакхофе Что В Иудее Расположились Станом Между Сакхофом И Азеком В Эфес Дамиме Ничего Нам не Говорят Эти Названия А Саул И Израильтяне Собрались И расположились Ну в общем Напротив Значит Эти с одной Стороны Эти с другой Между ними Долина И 4 стих Нам говорит Выступил из Среды Филистимского Истана Единоборец По имени Голиаф Из Гефа Вот здесь Вот то что Он из Гефа И то что Он Голиаф Это очень важно Ростом Он 6 локтей И 5 Ну нет Таких людей Сейчас Может у него Вот это Вот с мозжечком Там была ситуация Знаете Когда люди Бесконтрольно Растут Я не знаю Но 6 локтей Это почти 3 метра А плюс 5 еще То есть больше Медный шлем На голове Его одет Он был В чешуйчатую броню Вес брони 5000 шекелей меди Медные наколенники Медный щит За плечами Древко копья Как наводят кача Что такое наводят кача Такое бревно На которую Вот которое Крутится Вот там Нити на ней Да Потом они сплетаются Уже штука такая Бревно Короче У него копье было В основании которого Тяжелое Лежало чуть ли не бревно Может ствол молодого дерева Но очень толстое Тяжелое А само копье Ну наконечник 600 шекелей железа И перед ним шел Оружен носик И вот этот человек Выходит И начинает смеяться Над евреями Все знают эту историю Реакция евреев Это очень должно быть интересно В свете того О чем мы будем С вами сейчас говорить Услышал Саул 11 стих И все израильчане Эти слова филистимские И очень испугались И ужаснулись Это 11 стих Они увидели филистим Большого И очень испугались И очень ужаснулись Давид же был Сын Такой-то Оттуда-то И Значит у него было Три брата Написано Которые пошли воевать Давида отправили Пости овец Чем он в общем и занимался И папа говорит Ему отнеси Свою норму От нашей семьи В стан войска 10 сыров Отдай тысячи начальнику Узная здоровье братьев И вот он приходит Находится какое-то время В обозе Слышит Про Голиафа Войска стоят Друг напротив друга Уже 40 дней Евреи боятся Голиафа Филистимляне видать Боятся в принципе То есть их Представитель Голиафа Это как бы вот Буфер такой Но не те, не те Не начинают войны Почему евреи понятно Но филистимляне видать Понимали что сами по себе Как бы они тоже не годятся Там Голиаф пробовал Раскатает Давайте сразимся один на один И если вы проиграете То будете у нас рабами Такая хитрость своего рода В общем 40 дней Они стоят Теряют время Голиаф провоцирует Давид услышал И говорит Кто это Ему объясняет Объясняет Что это очень страшный человек Все израильтяне 24 стих Увидев этого человека Убегали от него И весьма боялись Все причем И говорили израильтяне Видите этого выступающего человека Он выступает Чтобы поносить Израиля Если бы кто-то убил его Где-то кто-то Только вот Одно не понятно То царь бы одарил И дочь бы замуж выдал И полцарства отдал И русские сказки Наверное отсюда запитывались Про полцарства И про дочь И дом бы сделал Свободным в Израиле Сказал Давид Людям стоящим Что сделают тому Кто убьет этого филистимлянина И снимет поношение с Израиля Ибо кто этот Необрезанный филистимлянин Внимательно Что так поносит Воинство Бога Живого Подчеркните себе слово Необрезанный в этом В этом фрагменте Писания Что? Что? Вот Человек вспоминает про Завет Заметьте Он не говорит что Ну как это там Здоровяк там Или как-то оскорбляет его Да мы там сейчас По технике его можем Нет он говорит Он фокусирует на необрезании Он говорит Мы обрезаны А он нет Мы в Завете А он нет Вот здесь Будущий царь Давид А пока еще только Неуважаемый Маленький Никому неизвестный Пастух Рыжего С рыжими волосами Написано белокурое Но в оригинале Рыжее написано Он Единственный Вспомнил О Завете В контексте Веры Из всех Единственный Как это часто бывает В жизни Старший брат Который наравне Со всеми Испугался Начал позорить Своего Храброго брата Давида Впрекая его Гордости Как бы страх Иногда он желает Выглядеть смелым Да В данном случае Похожее было Я знаю Твое высокомерие И дурное сердце Твое Ты пришел Посмотреть на сражение Сказал Давид ему Что же я сделал Не слова ли это Отворотился от него А что с ним было Разговаривать тогда И говорит те же слова И отвечал ему Народ по прежнему То же самое Пересказали Саулу Знаете для Саула На Сауле Замыкается все Хоть один нашел Ну пусть может быть Ну хоть один Хоть кто-то Хоть через кого-то Как-то этот позор Надо разрешать Потому что Стоит армия Великого Божьего народа Израиля 40 дней Ее позорят Вовсю И он Вынужден улыбаться И ничего не говорить Потому что Сказал уже нужно делать Он и сказать Ничего не может Потому что сам боится Вместе со всеми Появляется кто-то Он смотрит на него Саул Вы же помните Что он от плеч Был выше всего народа Высокий был Не помните этого Царь Шауль Написано Был от плеч Выше всего народа То есть Выше самого высокого Еврея Был царь Саул Ему все были По плечу Он был выше всех На голову И шею Это очень большая Разница В росте Потому что Большой рост Не обязательно Сопутствует С внутренней храбрости Понимаете Это в общем-то Известно всем Маленький тоже Не говорит о трусости Ну так же Как и о храбрости Впрочем Это совсем Незвязные вещи Я Самый шосткий родом Это город Сумской области Там Оттуда родом Трижды герой Советского Союза Летчик Кожедуб Который сбил Больше всех самолетов Немецких Во Вторую мировую войну Но он же был рост У него было 154 сантиметра Рост Вот такой вот Шкет бегал Но храбрости Было много человек Ну хорошо Не будем отклоняться Значит Саул Ему что-то говорит Говорит Ну я в общем У медведя И льва И завет заступался Я думаю Что и с этим справлюсь И льва и медведя Убивал 36 стих Раб твой И с этим филистимлянином Не обрезанным Еще раз Обрезание Это знак договора Обрезание Давида Напоминало ему Лично о том Что у него есть Знак договора С Богом на нем Послушайте Ему лично Это напоминало О заветных отношениях С Богом Когда мы читаем Псалмы Мы видим Что некоторые Псалмы Написаны Давидом До его воцарения Когда он Пас овец Еще Когда он Рассматривал небо Кто человек Что ты так Прозираешь На него У него было Время думать О высшем О горнем До какого-то Периода своей жизни Вот до этого Наверное Он Не имел Ни власти Ни уважения Ни почета Он думал О главном Потом Когда он стал царем Он тоже думал О главном И продолжал Оставаться Человеком веры Потому что Он получил Крепкую закалку В молодые годы Свои Размышляя О Всевышнем Это потом Сохранилось В нем Он был Человеком веры Потому что Он помнил О том О чем Забыли Остальные Для остальных Это стало Религией Просто Нашей Национально-культурной Особенность Обрезание Другое Для Давида Это продолжало Оставаться тем Чем задумывалось Изначально Знаками Напоминающими Не Богу А тебе лично О том Что ты в заветных Договорных Отношениях С Богом Ты должен Что-то Богу Но и Бог Что-то должен тебе Он обещал тебе Он тебе воздаст Потом мы знаем Историю Праща Пять камней И первым же Камнем Он попадает Ему в лоб Убивает Голиафа Филистимляне Бегут Израиль Выигрывает И вот Я задумался Как-то Чем он был Уверен В победе Над Голиафом Нет ли здесь Чего-то еще Такого Что может Пролить свет Нам на глубину Этой истории Оказывается Есть Откройте Второзаконие Пожалуйста Первую главу Здесь Начинается Пересказ Истории Израиля С напоминания О том Что 12 человек Пошли Соглядатаями Помните Это да Им понравилась Земля Но наряду с этим Они очень испугались И вот здесь Об этом говорится 27 стих Но вы не захотели идти Воспротивились По велению Господа Роптали В шатрах Ваших Говорили Господь По ненависти К нам Вывел нас Из земли Египетской Чтобы отдать Нас в руки Амареев Истребить Нас Куда мы пойдем Братья наши Расслабили Сердце Наше Говоря Народ Тот Более И выше Нас Города Там большие С укреплениями До небес И еще В довесок Как бы Как самый главный Аргумент Страха Да и Сынов Енаковых Мы видели Если читать Вот Тору Именно И первые Книги Книгу Егоши И вот туда До истории С Голиафом И немножко Позже Мы видим Упоминания О сынах Енаковых В другом Прочтении Они называются Рифаимами Или Эмимами Их так Называли Моавитяне Или Зумимами Их называли Такаманитяне То есть Это Была нация Наводившая На всех Страх Чем она Отличалась Громадным Ростом Она Наводила На всех Страх Когда мы Читаем О перечислении Победы Израиля При Конце Исхода Перед тем Как войти В землю Эрис Исраэль Мы много Читаем О том Что были Побеждены Два Царя Постоянно Напоминание О Царе Оге Вассанском Помните Да Есть такое Что за Ог Вассанс Это был Царь И вот Такие у него Были И вот Об этом Постоянно Напоминается Как о Великой Победе Над теми Кто Для всех Считался Непобежденным Его нельзя Было победить Это был Громадный Народ И потом Мы читаем Что часть Рифаимов Она жила В Гефе И Голиаф Это был Из сынов Янаковых Из народа Рифаимов Верзила Здоровый О которых Тогда Когда Соглядатые Испугались Бог Сказал Израилю Следую Да и сынов Янаковых Видели мы Там 29 стих И я сказал Вам Не страшитесь И не бойтесь Их Господь Бог Ваш Идет Перед Вами Он Будет Сражаться За вас Как Он Сделал С вами В Египте Перед глазами Вашими Видите Здесь Есть Напоминание Об обетовании Бога В начале Первой книги Первой главы книги Второзакония Тоже есть Четвертый стих Читайте По убиении Им Сигона Царя Морейского Который Жил В Есивони И Ога Царя Васанского Который Жил В Ашторофе Идре За Иорданом Земле Моевицкое Начал Моисей Изъяснять Закон И Говорить Господь Бог Сказал Нам На Хариве Сказал Полно Вам Жить На Горесии Хватит Цепляться За Эту Удобную Построенную Стоянку На которой Вы уже Научились Выживать Хватит Двигайтесь Туда Куда Я Собираюсь Вас Вести Вас Испугали Великаны Ребята Я Выше Великанов Я Помогу Вам Потому Что Для Меня Что Вы Что Они Это Все Маленькое Но Я За Вас А не За Них Я Обещал Вам Я Исполню Надейтесь На Меня А не На Страх Своих Глаз И Представляете Они Победили Ога Царя Вассанского Царя Рифаимов И его Народ Который После Этого Был Рассеян И его Куски Маленькие Они Закрепились В той Земле Которую Израиль На то Время Еще Не Занял Она Была Обещана Израилем Но Израиль Еще Не Занял И Во Многом Из-за Страха Перед Великанами Которые Когда-то Были Побеждены Мы Знаем Я Они Вот Как бы Стали Лидерами Которые Все-таки Повели В победу Они Помогли Исполнить Божью Волю Не Испугаться Потому Это Называется Сейчас Эрец Израиля Нихана И Халев Это Был Человек Которому Подарили Город В котором Жили Сыны Инаковы До Этого Это Было Их Столица Местом Их Сосредоточения И То Что Подарили Столицу Халеву Этого Народа Говорило О том Что Он Их Победитель Он Их Победил Халев Из Колена Иудина Как В знак Того Что Надеющийся На Бога Поверивший Богу Займет Место Тех Кого Боялся Победит Их И Вот Давид Знал Историю Израиля Он Не Участвовал В политических Игрищах До Времени Он Не Пытался Притулиться Туда К Саулу Как Его Старшие Братья Его Вытеснили Из Этой Большой Как Говорится Жизни Пасовец Он Знал Историю Народа Он В отличие От Братьев Которые Были Были При Власти Он Знал Что С Богом Наши Предки Победили Сынов Енаковых А люди Которые Были При Власти Об Этом Забыли И Когда Они Увидели Одного Из Потомков Сынов Енаковых Они На 40 Дней Зависли Вообще В Страхе И По всей Видимости Проиграли Б Сражение Но Давид Который Помнил Что Тот Не Обрезанный Что Бог Обещал Что Вы Победите Сынов Енаковых Он Это Помнил Он Верил Слову Бога Потому Что Оно Было Дано В Контексте Завета Оно Было Дано Богом Как Обязанность Всевышнего По Договору Он Серьезно Относился К Пониманию Договора Бога Поэтому Он Выступил Без Меча Саула Как бы Он Выступил Без Того Что Символизировало Надежду На Человеческое Он Взял Из Реки Пять Камней Гладкие Как Бы От Природы От Того Что Бог Сотворил Да Завет Помог ему Укрепиться Почему Заветы Этот же самый Завет Не помог Другим Евреям Об этом Мы поговорим После перерыва Продолжение следует...